Добрый вечер, могу сразу сказать, отлично, что мы выиграли сегодняшнюю игру, мы счастливы. И более того, я видел этот фейерверк, мне очень понравилось увидеть небо в огне. И я надеюсь, что мы часто еще будем видеть фейерверки над Черкизовым. Почему произвели замену Тина и Двая? Это вынужденная замена по травме или что-то тактическое? Да, у Тина легкая травма, еще сохраняется. И в перерыве после первого тайма он сказал в раздевалке, что у него болела икра. И мы хотели снижить риск к минимуму, тем более что нам не хватает сейчас центральных защитников в команде. Но я могу сказать, до момента своей замены он вместе с Паблом сегодня показал сумасшедшую игру. И более того, после четвертой карточки Пабло он не сможет играть в следующую игру. Тем более очень важно и очень хорошо, что у нас Тин едва сохранился. Если Пабло не будет играть, то получается, что Дмитрий Барынов на его месте скорее всего будет выступать. Вот сегодня по первым минутам после матча это кажется единственное правильное логическое решение. Но до субботы много вещей может произойти, может быть у нас будут другие идеи. Вопрос по Косте Морадишвили. Сегодня публиковали расширенный состав сборной России. Как прокомментируете факты его включения туда? Что вы, может быть, заметили по тренировкам? Насколько он заслужил этот вызов? Спасибо большое. Я могу сказать, что я могу сказать, что я его на два недели работаю с Морадишвили. Какое у меня впечатление о нем? Это настоящий полный 100% профессионал. Он всегда очень рано, один из первых приезжает заблаговременно на тренировки. Он очень добросовестно все отрабатывает на 100% на всех тренировках. И мне, как тренеру, доставляет удовольствие работать с такими игроками, как Морадишвили. Это большая радость. Костю, Морадишвили сегодня, о котором только что говорили, лучшим игроком признали телевизионщики. Вы согласны с этим мнением или у вас есть какие-то другие свои соображения? Тренеру всегда немного сложно выделять отдельных игроков. Говорить об игроках, а не о команде. Но я бы сказал, что сегодня я выделил бы несколько игроков, которые бы заслуживали это высокое звание игрока матча. Но самое главное, что игроком матча был признан игрок Локомотива нашей команды. Это самое главное. Я могу сказать, что с первых тренировок, тренировка за тренировкой, команда уже начала делать первые шаги вперед. Я возьму матчи Казань, Далатасарай и сегодняшнюю игру. Если сравнить все эти три игры, мы видим очевидный прогресс. И сегодня мы могли более уверенно с большим счетом победить. Но мне, как тренеру, тоже радостно работать по такому результату. И у нас сейчас позитивный результат. У меня очень хорошие впечатления. Мы можем сделать очень позитивный и добрый такой анализ игры. И, конечно, я соглашусь, что из Локомотива мы хотим сделать экспресс. Экспресс Сапсан, экспресс, быстрый поезд, который идет очень быстро. Продолжение следует...